Добрый день, добрый день, дорогие друзья! Приветствует вас город Санкт-Петербург, малая спортивная арена Стадиона Петровски. Сегодня будем смотреть за матчами юношеской футбольной лиги. И у нас петербургское дерби и в UFL1 и UFL2. Шор Зенит принимает Академию футбольного клуба Зенит. Что может быть интереснее, матчи между этими командами всегда получаются очень и очень запоминающимися, с особым накалом, и будем надеяться, что сегодняшние игры не станут исключением у микрофона. Иван Канаев, давайте знакомиться с действующими лицами поединка. Начну с бригады судей. На сегодняшней игре работают главный судья Юрий Дедов, город Санкт-Петербург. Ему помогают Сергей Губанов и Сергей Колесник, также город Санкт-Петербург, резервный судья Михаил Полиско, Ленинградской области, инспектор матча Николай Голубев, город Санкт-Петербург. И как раз Шор Зенит начинает с центра. Тут же уже пошла быстрая передача на Студенникова. Как раз вот Захар, наверное, один из тех футболистов, который практически там уже теперь через Алексеева. Нет, много потерь. Стараются сразу обострить, увидеть какой-то вариант. А вот сейчас без положения вне игры есть пространство свободное у Дмитриева. Пробует сам войти, входит. Ну, удар, конечно, совсем получается у него слабый. Лузан смещается в центр. Под левую тут и проникающий пас. Родионов вот сейчас оказался достаточно... И что? Пенальти, судя по всему. Есть пятый. Забивает гол здорово по центру. Смотрите, как рискнул, можно сказать. И на 16-й минуте открывает счет у нас в этой игре. Очень размашистые действия. Вот сейчас Каледин уже подключился. И, естественно, в зону Белохонова передача. Столбов. Но вот сейчас хорошая затяжная атака. И что? Еще один пенальти. У него с пенальти вроде голов не было, хотя забито много. Смотрим за ударом. Ну, тут все идеально. Что интересно, Аким Белохонов даже не настаивает на том, что он должен, например, бить. Ну, вот Родионов, да. Попал в кадр. Здесь нет розыгрыша. Пошла низовая передача. Идеально сыгранная. И тут уже еще добивание. Ну, просто уже защитники ложатся под мячи. В отличие от того, что мы видим. Противоположные ворота. Дмитриев. Хорошая скидка. Есть пространство у Студенникова. Будет сам. Дал передачу. Прошла. И вот такой вот ответ. Своеобразный получается. Это автогол. Нет, четвертый номер, судя по всему. Да. Сергей Мурадян. Значит, все-таки меньшее число минут. Белохонов хорошо сохраняет. Дальше уже передача от Шершова. Здесь можно бить. Бьет. Ух, какой удар получился. Хороший Вершинина. Ну, вот как раз линия офсайда так по Таневицкому не выдержана. Какой удар получается классный. Из-под перекладины Путилов достает. Полез на обострение. Дал передачу направо. Тут подача. Кто будет бить? И бьет в лед. Здорово. Красиво. Через Едино. И тот вот на Студенникова. Хороший пас, хоть и в борьбу. Максецов, Решетов. Надо укротить мяч на Максецова. И вот тут чуть-чуть не точно. И сразу получая ответную быструю атаку. Родионов. Через центр. Хорошо. Дальше. Шершов. Есть свободное пространство. Уже нету. Решил пробить. И здорово как. Хороший первый тайм. Мы посмотрели с вами. Два мяча забиты были Академии с пенальти. По позициям видно примерно, что нет того же самого десятки. Или Родионова, про которого я говорил. Аким Белохонов остался. Кирилл Столбов тоже, по-моему, Никиту Шершова поменяли. Как раз одного из фланговых футболистов. Пришел Столбов к нему. Здорово обыграл. И теперь ждем. Ух, какая передача хитроумная. И тут, если бы не Студенников, возможно, продолжается атака. Белохонов в штангу попадает. Еще один момент. Ему идет эта передача. Рештов хорошо сыграл. Тут пошел обыгрывать уже Каменев. Козлов успел мяч сохранить в поле. И вот такой удар головой рядом со штангой. Ну что, Максецов подает. Хорошая передача. Можно забивать. И есть взятие ворот. Вот вам и пожалуйста. И Курушев становится автором забитого мяча. Вот так. Ну и первый мяч-то, который Хачатрян, первый удар, который наносил, все-таки сумел отразить. Давайте смотреть. Вот здесь уже было здорово. Но тут уже Илья Кирш был бессилен. В него не попал. И Дмитрий Курушев хороший удар наносит. Вот и 2-2. Вот и 2-2. Так что примерно об этом я и говорил. Что в любой момент может что-то произойти. Еще один момент смещается. И он не менее опасен. Что интересно. Сейчас, да, все-таки сфалил Решетов. Нет, это удар. И Сердюк отбивает. Сердюк отбивает. В принципе, должен был, конечно, он... Подача! Как здорово все сделал. И Соловьев забивает этот гол. Вот так вот Николай. Сработала замена. И... И снова тот самый счет 3-2. Ну, сейчас прозевали, конечно, Соловьева. Прозевали однозначно. Сейчас у Шора самая реальная возможность. Надо хорошо выцелить. Дмитриев. Передача. Кто играет? Где мяч? Мяч мечется по штрафной. И забирает его Путилов. Ах, как... Горячо сейчас было. Там еще Кирш лежит. Угловой потом будет свисток. Сердюк! Именно он и пробил. Ну и все. Все, друзья. Вот такая вот непростая победа. Очередная. Со счетом 3-2. Но думаю, что Шорзенит, может быть, вполне удовлетворен тем, как они бой лидеру дали. Да, не сумели за очки зацепиться. Но, тем не менее, сыграли. Это действительно здорово. На этом я с вами буду прощаться.